Здравствуйте! В эфире новости меня зовут Владимир Антошкин. Перед тем, как мы представим вашему вниманию очередную серию репортажей, отмечу, что сразу после выпуска новостей в нашем эфире глава Кумертаусской администрации. 1 июля Борис Беляев дал интервью федеральному телеканалу РБК, где рассказал о текущем положении дел в Кумертау. Сразу после новостей не пропустите. Кумертаусские управленцы продолжают шагать в направлении территории, опережающего социально-экономического развития, а с ними и весь городской округ. Не так давно городская команда вернулась из подмосковного Сколково с новыми знаниями, которыми охотно поделились с прессой и предпринимателями. У наших предпринимателей скоро, буквально осенью этого года, появится уникальная возможность стать президентом территории, опережающей социально-экономического развития, статус которого город получит в октябре этого года. ТОСКР дает президентам большие налоговые годы. Так, налоговые имущества и земельные налоги полностью обнуляются. Отчисления от зарплаты снижаются более чем в четыре раза. Действуют понижающие коэффициенты по налогу на прибыль и налогу на нарушу полезных ископаемых. Именно так накануне глава администрации Кумертау в очередной раз презентовал перспективу получения статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Чтобы обрести этот статус, управленческой команде предстоит разработать и защитить комплексный план развития экономики городского округа. Команда уже освоила первый образовательный модуль в подмосковном Сколково. По этому поводу в пятницу, 1 июля, устроили небольшую пресс-конференцию с представителями кумертауских средств массовой информации. Что интересного вы подчеркнули для себя, для всей команды и удалось ли пообщаться с представителями других городов? Какая обстановка у них и какая обстановка у нас на фоне других городов? Кумертау выглядит как среднестатистический классический модный город с одним градообразующим предприятием. И в общем-то нельзя сказать, что у нас здесь какое-то жутко депрессивное состояние и на фоне других мы выглядим, ну скажем так, хочется даже ничего. Ну и основное, что я для себя подчеркнул, что в общем-то, по большому счету, основной источник роста лежит в самих этих городах, что за нас никто не решит наших проблем, волшебник на глубом вертолете к нам не прилетит, нам нужно в первую очередь развиваться внутри города. Журналистов также заинтересовал состав управленческой команды. Было озвучено, что план по развитию кумертау составят замминистра экономического развития Башкортостана Татьяна Штоль, глава администрации городского округа, представители КомАПП, строящегося маслозавода и бизнес-сообщества. Уже на начальном этапе обучения предполагается, что несмотря на перспективу диверсификации экономики, градообразующему предприятию отвели особое место. Градообразующий предприятие может, обладает ресурсами большими, то есть это площадями, энергетическими ресурсами, которые на сегодняшний день свободны после долгих лет, так скажем, стагнации предприятия в определенном ракурсе. Значит, на сегодняшний день предприятие развивается, довольно-таки быстрыми темпами пытается развиться. И обладает ресурсами, мы готовы привлечь на свободные площадки предпринимателей, предпринимателей города, предпринимателей других регионов, которые бы могли совместно с предприятием или отдельно от предприятия развивать определенные кластеры, технопарки, машиностроительные какие-то предприятия. Следующий этап обучения управленческой команды начнется 13 июля. Сейчас в перерыве им в том числе необходимо поделиться полученным знанием с предпринимательским сообществом Кумертау. Этим управленцы и занялись сразу после общения с прессой. Прозвучала краткая история появления моногородов как таковых и перспективы Кумертау в частности. Были выделены несколько направлений, которые, по мнению команды, необходимо развивать. Например, сырьевой сектор, сельскохозяйственный и сектор услуг. Конкретные же выводы будут сделаны в конце обучения. В детских загородных оздоровительных центрах завершилась первая смена отдыха. Для подведения итогов и проверки готовности к следующей смене в Кумертауской мэрии провели заседание межведомственной комиссии. На днях в администрации города состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и занятости детей. На повестке дня было рассмотрено множество вопросов, связанных с плановой работой в лагерях и в городе. Значит, у нас сейчас два месяца лета остаются. Остаются две смены в стационарных лагерях. Плюс отдых, организованный в городе. Это дворовые площадки функционируют у нас, это праздники двора. И плюс нам нужно провести два профильных лагеря, но они будут работать в рамках стационарных лагерей. У нас под названием и Белая река. Основной темой заседания стала подготовка детских лагерей «Горное эхо». «Ласточки на гнездо» и «Зеленые дубки» к следующему заезду детей. Вместе с тем собравшиеся обсудили кадровые вопросы и наличие у работников центров отдыха необходимой документации. 32 человека в составе и десяток техперсоналов, анистративные медработники. Врачи в десяток раз на медицинский состав в вашем составе ездят. Справки инцидивности почти в полноморее собраны. Есть такие моменты, что люди в процессе смены будут уносить, потому что не все на руках ученики. Советом были рассмотрены темы предоставления бесплатных путевок для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина отметила необходимость проведения более активной политики для привлечения таких семей к детскому отдыху. Завершение заседания начальник ОДН ОМВД России по городу Кумертал напомнила руководителям лагерей о необходимости незамедлительно сообщать о любых инцидентах, случающихся на их территории. Я прошу руководителей лагерей сообщать незамедлительно о данных фактах. У всех есть мои собственные телефоны, поэтому, чтобы ниоткуда мы узнавали, и не знали, что сказать о вас, чтобы мы могли ориентироваться в этой ситуации и как-то вам помочь. Воспитанники гимназии номер один принимали участие во всех этапах военно-спортивной игры «Зарница». Напомним, что на городском, проходившем в Кумертал, они заняли первое место. Республиканские соревнования проводились в селе Кушнаренково. Наш клуб «Виктория» состязался с командами из городов и районов Башкортостана. Ребята показали высокие результаты, заняли достойное второе место на республике. Подготовкой занимались долго и упорно совместно с коллективом гимназии. Также хочется сказать, выразить благодарность администрации города, Лукшину Александру Васильевичу, Харидину Ренатом Евгеньевичу, которые осуществляли помощь в подготовке команды. Ребята показали высокие, хорошие результаты. Думаю, что выступили достойно на этих соревнованиях, представили город. Смирно! Шагу! Марш! Походы! Программа республиканских состязаний, так же, как и на остальных этапах Зорницы, представляла из себя несколько конкурсных дней, в течение которых определялись победители в общекомандных и личных первенствах. Самый интересный этап – это было спортивное ориентирование. Мы очень долго тренировались, бегали по нашему лесу, по карту, изучали ее, учились ее читать. Нам выдавали компасы, мы их как бы держали в руках в первый раз, но нам все быстро объяснили, и мы все быстро запомнили. Ориентирование там разной дистанции у девочек и у мальчиков. У девочек 13 КП, а у мальчиков 15. Мне очень понравилось находить КП, мне приближала самая первая из всех и получила золотую медаль. Участники нашей команды отличились в различных дисциплинах в личных первенствах. Несмотря на сложные правила, условия игры и хорошую физическую подготовку соперников. Я много лет занималась до этого плаванием, и к этому я была уже готова, и многие из нашей команды также занимались плаванием, поэтому наша команда по плаванию была готова от начала до конца. По словам ребят, для того, чтобы занять призовое место, требуется прежде всего много тренироваться. Но в некоторых конкурсах необходимо простое везение. Там смотри, какой автомат попадется. Есть такие автоматы, в которых заклинивает затвор или шостки. Автомат хороший попался, я как бы разобрал, собрал и все. Воспитанники клуба «Виктория» успешно выступали на всех этапах военно-спортивной игры «Зорница». Несмотря на схожесть программы соревнований на республике, некоторые моменты помешали им завоевать победу. Здесь было, конечно, легче выступать. Здесь мы тренировались и на полосе препятствий, и ориентирование, и тактическая игра. Все мы это проходили, а на республиканском этапе мы ничего не знали. Поэтому было труднее. Тренировки ребят начались еще в марте. Параллельно со школьными и городскими этапами игры, наш военно-патриотический клуб «Виктория» активно готовился к последним самым важным соревнованиям. Руководством гимназии номер один были созданы необходимые условия для физической подготовки воспитанников. Благодаря этой поддержке кумирталвцы смогли достойно выступить на финальных играх. Мы тренировались на спортивной площадке на заднем дворе школы. Проходили полосу препятствий. Каждый элемент по несколько раз, по 10, по 5 раз. Подтягивались, бегали 60 метров, километр. Мы давали разминки по 7 кругов, получается где-то 2 километра. Также хочется поблагодарить директора гимназии номер один за то, что обустроили нашу школу полосой препятствий и специальными элементами воркаута. Здесь мы можем не просто тренироваться каким-нибудь спортивным мероприятием, но и просто побегать, попрыгать для себя. Вот так вот. Очень полезно. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Напомню, что после выпуска новостей в нашем эфире интервью с главой администрации Кумиртао Борисом Беляевым, которое он дал федеральному телеканалу РБК. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Российские власти расширяют поддержку моногородов. Теперь субсидии охватят не только самые депрессивные, но и все населенные пункты такого формата. По стране их более 300. Шесть из них находятся в Башкирии. Кумиртао первым в регионе начал сотрудничать с Фондом развития моногородов. Какие перемены ждут город, мы узнаем, поговорив с его главой Борисом Беляевым. Он с нами на прямой связи из студии РБК в Уфе. Борис Владимирович, здравствуйте. Какие инвестиции запланированы в развитие города? Сегодня на самом деле город Кумиртао является одним из первых, который сотрудничает с Фондом развития моногородов. В городе Кумиртао реализуется якорный инвестиционный проект, это строительство массово-экономного завода. Порядка 6 миллиардов рублей инвесторы вкладывают в его строительство. И будет создано 627 новых рабочих мест. Это благодаря тому, что Фонд развития моногородов оказал поддержку, в том числе на строительство внешней инфраструктуры для этого завода. Более того, мы сегодня работаем над тем, чтобы развивать все сферы экономики, в социальной сфере работать и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И вот отсюда мы формируем все проекты. Ну а насколько иностранным инвесторам интересны проекты в Кумиртао? Да, на самом деле иностранным инвесторам наш город интересен. В части того, что мы находимся как южный ворот Республики Башкортостан и находимся рядом с границей Казахстана, ну границей с Оренбургской областью. Более того, через город Кумиртао будет проходить скоростная трасса Запад-Китай. В Башкирии она называется Баллы-Кумиртао. И мы на самом деле надеемся на то, что инвесторы будут заинтересованы в Кумиртао. Сегодня в Кумиртао, значит, немецкий инвестор вкладывает в производство завода по созданию цемента, цементопомольной станции. Это производство цемента. И мы уверены в том, что сегодня, более того, к нам приезжают инвесторы из Китая и из Индии, рассматривая нашу площадку. И наша территория им очень интересна. Ну смотрите, сейчас ситуация в экономике все-таки сложная. Будут ли создаваемые предприятия обеспечены заказами вот в этих условиях? Конечно же, мы работаем над этим. И исходя из того, как работают в других регионах, мы работаем над тем, чтобы создать в городе Кумиртао индустриальные парки. Эту работу мы проводим с корпорацией родителей Республики Башкортостан. И эти индустриальные парки позволят продукции быть конкурентоспособны на рынке. Отсюда с ним снижается себестоимость продукции и снижаются затраты на производство продукции. Поэтому мы уверены в том, что продукция, которая произведена в городе Кумиртао, она будет конкурентоспособной в части именно создания наших индустриальных парков в том числе. Кумиртао считается одним из самых проблемных моногородов. Есть ли у него какие-то особенности, преимущества, которые позволят активнее диверсифицировать экономику? Мы как раз-то считаем, что мы моногород и самый депрессивный моногород находимся в красной зоне. И считаем, что это наше преимущество. Потому что мы сегодня работаем с фондом родителей моногородов. И стараемся пользоваться всеми его мерами поддержки. Сегодня наша команда управленческих кадров участвует в пилотном проекте по созданию управленческой команды пилотного проектного офиса фонда родителей моногородов. Более того, наша команда сегодня развивается в направлении перехода на рыночную экономику. Статус территории опережающего развития. Что дает городу? С тех пор, как одобрили создание ТОРа, активизировались ли переговоры с инвесторами? Да, сегодня наша территория подала заявку на создание территории опережающей социально-экономической развития Министерства экономики. Нашу заявку одобрили. И это дает огромные преференции нашим будущим инвесторам. В части обнуление налога на землю, обнуление налога на имущество. И сегодня мы порядка более 300 писем направили крупным инвесторам, которых заинтересовала наша территория. И уже порядка 18 проектов новых на сумму более 14 миллиардов рублей от инвесторов готовы. Это инвесторы, которые готовы прийти на территорию города Кумертау. Мы уверены, что при даче статуса ТОРа городу Кумертау наш город как бы избавится от приставки моно и начнут развиваться уже более уверенно. Ну что ж, спасибо большое. На связи из студии РБК в Уфе был глава Кумертау. Этот город первым в Башкирии начал сотрудничать с Фондом развития моногородов. Сейчас к другим новостям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова